Друзья, нашел для вас интересный товар, машина для дозировки питьевой воды, автоматический дозатор не выливается из тяжелых громоздких бутылок. Высота 15 сантиметров. Якутия продолжает уходить под воду. В республике Саха интенсивные ливни помогли совладать с лесными пожарами, но обернулись другой бедой. После дождей, которые начались 7 июля, река Дулгалах вышла из берегов. Это село Тамтор. После разлива реки дома здесь не просто стоят в воде. Некоторые, подхваченные потоками, поплыли. В прямом смысле. Единственный способ передвижения – лодки. Люди не скрывают, что ущерб от паводка колоссальный и как-то нерешительный, но с надеждой говорят, ждем помощи от властей и МЧС. В региональном управлении МЧС России по Якутии, в свою очередь, рассказали, что уровень воды в реке у села Тамтор поднялся почти до 9,5 метров. Продолжается эвакуация жителей из четырех населенных пунктов. В Якутии сейчас работает правительственная комиссия по ликвидации последствий дождевых паводков. Тем не менее, сейчас первоочередная задача, которая стоит перед чиновниками и профильными ведомствами – оказать максимальную помощь пострадавшим при потопе людям. Еще одна задача – ликвидировать последствия паводка на объектах тепло и энергоснабжения, а также улично-дорожной сети. Субтитры создавал DimaTorzok